Валерий, приветствую тебя! Привет-привет, Артем! Привет! Рад сегодня видеть именно тебя, нашим гостем в видеоинтервью. Поскольку точно знаю, что ты практикующий трейдер и трейдер, классный, уверен, что текущее интервью будет очень полезным и интересным. Спасибо, Артем, что пригласил. Конечно, я постараюсь максимально быть полезным для наших подписчиков, тех, кто будет смотреть. Спасибо тебе заочно тогда, за открытость. Супер, конечно же, если будут практические рекомендации, советы, дельные советы. Это прям жирный те плюс еще, не только от меня, но и от всех, кто будет впоследствии смотреть, опять же, за нашим таким совместным творчеством и за этим интервью. Ну, тогда давай не будем терять время. Первый вопрос, который традиционно я обычно задаю, это вопрос о том, как практикующий трейдер, собственно, стал трейдером. Расскажи о том, как ты принял решение работать на финансовых рынках. Ну, соответственно, чтобы принять решение, чтобы работать на финансовых рынках, нужно всего лишь один раз увидеть рынок, я так считаю. Поэтому у меня именно так и произошло. Я его просто увидел, и мне это очень стало интересным. Я сразу поверил, что здесь можно зарабатывать деньги. То есть, я как бы, ну, понимаю, что есть какие-то там у нас различные мнения по поводу рынка, но как бы все-таки я считаю, что нужно самому разобраться в теме и действительно понять, да, то есть, стоит этого того или нет. Вот, и, соответственно, я как бы начал разбираться. Ну, и вообще, я раньше работал тренером по хоккею, так сложилась ситуация, чтобы мы сейчас долго не затягивали вот эту историю. Так сложилась ситуация, что мне, ну, то есть, пришлось так искать работу. Ну, видимо, так, я не знаю, как судьба так сложилась, да. Хотя я тренером тоже работал достаточно хорошо. Мне это тоже нравилось. Вот, и так получилось, что я к брокерам пришел устраиваться на работу и, ну, и все. Я понял, что как бы надо вникать в рынок. Ну, и, соответственно, у меня была цель, как только я начну вот именно зарабатывать с рынка, развиваться именно в этом дальше. Не у брокеров работать, а именно самостоятельно этим заниматься. Ну, и вот так и получилось. Вот. Вот. Слушай, а как давно это произошло? Когда ты пришел на финансовые рынки? Ой, это было, там, в тринадцатом году. Вот так вот. Слушай, давно. Можно сказать, уже несколько кризисов на рынках ты пережил. Ну, два, получается. Да, мощнейшее движение. И вот эти кризисы, вот тоже важный вопрос. И, честно говоря, он очень многих интересует. Это, особенно вот новичков, знаешь, очень часто считают, что если пережить какое-то экстремальное событие на финансовых рынках, можно вот подготовиться к тому, что раз история повторяется, все это случится в будущем, и уже быть к этому готовым. Ты согласен с тем, что происходящее на финансовых рынках – это опыт, разумеется, которым мы заряжаемся, и которым мы получаем, и которым мы впоследствии можем использовать? Ну, ты знаешь, финансовые рынки, ну, в любом случае опыт, конечно, и потом ты его можешь использовать, но вот финансовые рынки – это такая штука, что вот как ты, тот даже жизненный опыт, который ты получаешь, и как ты вот принимаешь решения в жизни, ну, это твой характер, да, это влияет, отражается, это зеркало, вот рынок, то, как ты торгуешь, это реально зеркало твоей жизни, потому что то, как ты принимаешь решения, если ты не уверен в чем-то, если ты, там, знаешь, как, любишь рискнуть, то есть все вот эти вещи, они влияют на трейдера, потому что ты себе сам хозяин, по сути, да, то есть тебе, ну, никто не говорит, что тебе надо вот так делать, тебе так делать, ты сам себе хозяин управляешь, да, и, соответственно, вот то, какое ты внутри, так ты и торгуешь, по сути, поэтому, как бы, конечно, все вот эти кризисы, они тренируют тебя, но, по сути, ничем не отличается текущий кризис от другого кризиса, ну, то есть все то же самое, рынок падает, потом рынок растет, ну, по сути, поэтому, как бы, да, не стоит зацикливаться на чем-то одном, то есть, понимаешь, в моменте люди зацикливаются на том, что какой-то уровень нельзя, не может, как цена может его пробить, понимаешь, вот есть такие вот вещи, на этих вещах не нужно зацикливаться, в трейдинге, наоборот, нужно идти с рынком, если вы видите, что рынок идет, значит, двигаемся с ним, если он, ну, соответственно, не идет, значит, не идет, то есть, по факту, не нужно, вот эти стереотипы, они мешают принятию решений, выходу из делок, понимаешь, ну, то есть, как-то вот так. Понял тебя, слушай, а вот в том далеком уже, можно сказать, 13-м году, когда ты решил немножко сместить свою обычную деятельность рабочую, это был твой первый опыт знакомства с финансовыми рынками, или когда ты был тренером по хоккею, занимался спортом активно, то есть, для тебя валютный рынок, фондовый рынок, это что-то было, знаешь, рядом идущее, может быть, и параллельно этим тоже занимался, или ты прям радикально сменил? Радикально сменил, то есть, я знал, что это такое, но совершенно не вдавался в подробности, не следил, ну, грубо говоря, следил только за курсом в кассе, да, а так, ну, не следил вообще за рынком. Я еще где-то в 14 лет первый раз, ну, знаешь, как дети, подростки что-то ищут уже, когда ты в 14 лет, считай, уже ты хочешь что-то заработать, ну, где-то как-то, и ты думаешь, как тебе делать, ты же на работу не можешь устроиться. Я вот где-то искал заработки в интернете, и я вот тогда вот первый раз установил себе терминал, не помню какой, и вот сейчас уже потом, когда я в 13-м году как бы еще раз увидел рынок, я вспомнил этот момент и понял, что это был именно вот биржа, что это был рынок, вот, тогда. Я ничего не понял, я там пару дней, может быть, посидел, посмотрел, пытался там что-то сделать, но ничего не понял и закрыл его, соответственно, и вот до 13-го года больше не открывал. Далеко не последнюю роль в трейдинге играет брокер, поэтому тоже логичный вопрос, когда кто-то начинает, ну, скажем, сталкивается, интересуется с тем, что происходит на финансовых рынках, конечно же, нужен надежный партнер, то есть нужна хорошая компания, в которой можно было бы осуществлять свою деятельность и так далее, чтобы не было проблем и так далее. Вот ты, когда начал сотрудничать с конкретным брокером, ну, мы чуть позже поговорим о каком брокере, но все-таки, если давать рекомендации начинающим, на что нужно обратить внимание при выборе компании, с которой надежно работать? Ну, вот, видишь, у тебя вытекает и ответ, то есть самое важное – это надежность, потому что, ну, другие критерии, конечно, ну, сейчас тоже я об них скажу, но самое важное – это надежность, чтобы ты мог, ну, понимал, что тебе деньги, ты можешь вывести деньги, что твои деньги никуда не пропадут, то есть это важно. И как понять, надежный брокер или нет? Я думаю, что вот те брокеры, которые являются публичными, то как бы вот с ними можно работать, потому что у них, ну, они на публике, много клиентов, соответственно, ну, как бы здесь вот дается фактор надежности, что, ну, много клиентов и так далее. Ну, и, в принципе, брокеру, ну, вот есть, конечно, такие черные брокеры, да, их там названий миллион, наверное, да, ну, о них, ну, во-первых, они не такие публичные, и, во-вторых, ну, как бы брокерам вот публичным, надежным, им смысла нет, ну, вот своих клиентов кидать, да, будем так говорить. Это нормальная бизнес-модель, которая приносит доход, и как бы нет в этом смысла. Вот, и поэтому надежность – это самый важный критерий. Потом уже идут торговые условия, там, вот это все. Но самое важное – это надежность. То есть вот для меня максимально вот именно этот фактор самый-самый важный. Ты в данном случае работаешь продолжительное время с компанией Амакс. Расскажи об этом. Ну, как, я так скажу, что вот в мое сообществе, мои подписчики, все, кто, да, вот пользуются услугами компании Амаркетс, ну, вот не было таких каких-то вот жалоб по поводу, да, надежности как раз-таки. Наоборот, вот именно Амаркетс показал себя как надежный брокер, и как бы я бы и не работал бы с вами, если бы это было бы по-другому. И, ну, как бы, уже опыт, как бы, одно дело я скажу, а другое дело, когда люди, уже прошло много времени, и действительно это так и есть. Вот, то есть, как бы, по надежности, я думаю, что Амаркетс – это тот брокер, с которым можно работать спокойно, действительно. Понял тебя. Знаю, что у тебя есть канал на YouTube. Можешь, пожалуйста, о нем рассказать? Как он называется? В чем его суть? Именно о контенте? Кому он может быть полезен? На что делается акцент? Ну, в таких общих чертах. Канал называется Trading Space. У меня раньше было там другое название – VSA Expert, потому что было только на VSA у меня как-то, да, акцент. Сейчас называется канал Trading Space, и это создавался канал, как бы, ну, несколько целей, да, то есть, как бы, YouTube – это площадка, где ты можешь себя показать, да, в целом, и показать, как бы, свое ремесло там, да, чем навык, да, свой. Ну, в общем, как бы, что ты умеешь. Также YouTube, мой канал, как бы, да, дает альтернативу тем каналам, которые освещают трейдинг, ну, не с профессиональной точки зрения, да, то есть, потому что на нашей нише много каналов различных, да, и, ну, то есть, там вплоть до бинарных опционов люди заходят, и там проплаченные рекламы, и люди сразу попадают на каналы, ну, где, опять же, преподносят рынок, ну, неправильно, так я скажу. Вот, соответственно, мой канал тоже, как бы, цель является дать людям альтернативу, то есть, показать именно настоящий трейдинг. Я там и торгую в онлайне с людьми, и показываю, рассказываю, как бы, бесплатно в доступе, как я анализирую, то есть, у меня там, грубо говоря, просмотреть все мои видео, можно научиться делать так же, как я. Но, опять же, я показываю именно, как я делаю, то есть, вот, как именно я это вижу, потому что, ну, трейдеры все разные, вот, и, как бы, я именно показываю, как это я делаю, потому что у нас отличие, конечно, огромное от американского ютуба, то есть, в американском ютубе, ну, достаточно много каналов, очень много каналов, где трейдеры показывают, рассказывают, ведут прямые эфиры, как они торгуют, и все достаточно классно торгуют, вот, у нас мало, но, как бы, тоже, опять же, еще одна цель, это для того, чтобы людям, ну, показывать финансовую грамотность, что, ребята, это трейдинг, это не, во-первых, не казино, как многие думают, во-первых, никто никого там не разводит, вот, то есть, это мировые биржи, и все богатые люди, и Уоррен Баффет, и все остальные, да, то есть, ну, Уоррен Баффет просто так все слышат, да, и, ну, чтобы вы понимали, все богатые люди имеют отношение к бирже, по-любому, то есть, никак не может пойти стороной, потому что на бирже происходят, то есть, интересные вещи, и можно свои капиталы провернуть достаточно так, ну, интересно, интересно, вот, и поэтому, опять же, вот, ну, как бы канал показывает, что такое трейдинг такой, настоящий, будем так говорить, вот, как-то так. То есть, это, это прямо практические от себя уроки, то есть, видео о реальном трейдинге, торговле и так далее, да? Ну, ты знаешь, я еще там сейчас начал недавно влог вести тоже, и показываю, как бы, чуть-чуть свою жизнь, но пока у меня видео не так много, но я планирую там дальше снимать тоже об этом, и уроки тоже, да, ну, чтобы как-то было поинтереснее. Вот, возвращаясь все-таки к твоему каналу, там очень много информации о каком-то уникальном, да, о способе принятия инвестиционных торговых решений, которые базируются на графическом анализе, вот, система или направление анализа Volume Spread Analysis. Можешь чуть-чуть подробнее рассказать? Слушай, ну, я бы не сказал, что это графический анализ. Значит, ВСА – это анализ объема и, будем так говорить, результата, то есть, что на нем произошло. Объем – это, ну, соответственно, на бирже сделки, да, идут купли-продажи, и за энное количество времени у нас есть объем торгов, проторгованный на рынке, то есть, за день, за час, да, тут уже зависит от таймфрейма, да, и когда в рынок заходит крупный игрок, соответственно, шкала объема, она будет высокой, да, и как раз-таки благодаря объему мы можем найти крупного игрока. То есть, ВСА – это не стратегия, это не, знаешь, как говорят, думают, что это какая-то стратегия, нет, это видение рынка, то есть, это концепция, которая тебе позволяет понять, что происходит на рынке, вот, и что делают крупные игроки, потому что крупные игроки двигают рынки, это нужно понять, да, то есть, не толпа, не мы с вами, да, крупные игроки задают тренд, то есть, они сначала заходят в рынок они, потом уже трейдеры, профессиональные трейдеры к трейдинговой компании различные уже тут уже идет, да, они начинают разгонять рынок дальше, и, соответственно, как бы, да, вот все происходит. Поэтому ВСА – это именно концепция, вот, но, как бы, это не совокупность, скажу, то есть, как бы для трейдера этого мало, то есть, уметь анализировать рынок, вот. Но этот метод преобладает, естественно, над другими, потому что, ну, то есть, качество информации, которое дает, тут анализируется, оно гораздо выше, чем любой индикатор, который анализирует, ну, там, историю, да, там, он тоже анализирует какую-то информацию, выдает, ну, это, как бы, упрощенный, да, то есть, как бы, если взять, там, методы анализа отдельно, технический анализ отдельно, эти индикаторы отдельно, фундамент в том виде, в котором анализируют новости и показатели экономические, это все очень низкий уровень информации. Чем выше у тебя уровень информации с рынка, то есть, ну, у кого информация, тот зарабатывает, ну, вы понимаете все это, да, то есть, как бы, и как раз-таки, вот, анализируя действия крупных игроков, у тебя качество информации рыночной повышается. Ее можно анализировать, исходя из гистограммы объема, можно ленту сделок читать, стакан, то есть, есть различные тоже, как бы, разновидности вот этого всего, но это все высокий уровень информации, которые, соответственно, повышают качество твоих решений, потому что, как бы, зная, ну, именно ту информацию, которая нужна, ну, не инсайдерскую, будем так говорить, но что-то приближенное к этому, да, ну, и то, тут, как бы, еще нужно много чего знать, навыки иметь, чтобы ею, как бы, владеть, ну, этой информацией правильно распорядиться, вот, то есть, как-то так. Ну, я так понимаю, что вот эти, как раз, индикаторы, которые помогают анализировать тебе объем, активность крупных игроков, действия меньшинства, это и есть основа твоего практического трейдинга, верно? Можно сказать, что это и есть, как бы, то самое, что, может быть, является твоим граалем? Нет, смотри, успешный трейдер – это совокупность того, как он анализирует рынок, как он работает над собой, дисциплина и торговая модель. Это вот, ну, я, наверное, четыре таких вот критерия, которые говорят о успешном, ну, то есть, что этот трейдер успешный, да, то есть, сможет, если у него просто анализ есть, стратегия какая-то, да, вот, этого мало. Нам нужны навыки еще, нам нужно еще работать над собой и нам нужна торговая модель. Торговая модель – это и, из нее исходит, и, соответственно, money management, который ты будешь встраивать, это и алгоритмы, которые ты используешь, да, вот, как, где, как, в какой ситуации ты будешь это вот. И дальше дисциплина вот тоже. Нужна, чтобы исполнять свои правила, которые ты сделал. Потому что, ну, вот, молодой трейдер, там, любой, он пришел на рынок, он видит, цена двигается, ему везде хочется зайти, ему везде хочется заработать, да. А опытный трейдер, профессиональный трейдер, вот, допустим, я буду сидеть, сядем вот рядом, кто-то еще будет торговать молодой, он будет заходить куда угодно, понимаешь, он себе там туда зайдет, сюда зайдет, а я зайду только туда, куда мне нужно зайти. То есть я из моря, грубо говоря, точек входа, я выберу одну или две, которые подходят по моей модели торговой, которые мне подходят по той ситуации, исходя из информации, которую вытягиваю с рынка, объем о крупном игроке, да, и захожу. И, соответственно, вот такой вот, я считаю, как бы, подход к трейдингу, он, соответственно, да, дает тебе успех, но требует большой работы над собой. Слушай, ну, Аксет, если вернуться к тому, с чего мы начинали, относительно, может быть, даже самого главного вопроса о том, что практикующий трейдер реально эффективно работает на финансовых рынках и в основе этой работы находится какой-то алгоритм, какая-то система, какой-то комплекс правил, вот я абсолютно с тобой согласен, то, что составляющая успеха, это не что-то, что находится на верхушке асберга, это прям монументальная работа, которая проводится от эмоций, чувства до всех возможных видов анализа. И только настоящий трейдер может сказать, что прежде всего нужно анализировать все в купе. То есть нужно смотреть на все, потому что только так можно добиться идеальной частоты там сигналов для входа и выхода. Но в то же время, опять же, чуть-чуть проецируя ситуацию на меня, у меня есть, ну, отдельные, скажем, индикаторы, отдельные направления в анализе того, что происходит на финансовых рынках, которым я уделяю довольно много времени и внимания. Если бы меня спросили, что ты используешь в основе своей торговой системы, я бы вот попытался вот как бы ответить на этот вопрос. Поэтому, чтобы уж совсем не томить, есть ли у тебя конкретная, особенная стратегия, которая приносит хороший результат, которая не подводит? Ты знаешь, Валер, я понимаю то, что деньги любят тишину. Может быть, даже многие предпочтут и промолчать. Но если ты сможешь сейчас дать несколько практических советов, это будет бомба. Ну, слушай, совет здесь, ну, ты спрашиваешь либо про стратегию, либо про совет. То есть рассказать про алгоритм тоже, да, можно, но никто ничего не поймет. Он настолько сложный? Не то, что он настолько сложный. Ну, как бы просто не поймут люди, о чем речь. То есть нужно это отдельно, знаешь, какую-то, ну, то есть посидеть хотя бы там полчаса, наверное, час и об этом поговорить. У меня, вот еще раз говорю, если мы выбираем именно, говорим просто про анализ, и вот, да, получается вот в торговую модель входит несколько алгоритмов. Вот. Один из алгоритмов, вот давай так, чтобы на среднесрочный, да, который я использую, это я смотрю на дневном таймфрейме, ну, то есть, опять же, действия крупных игроков, исходя из объема, что происходит, покупают или продают крупные игроки, кто сильнее покупатель или продавец, где мы находимся в начале импульса, в середине импульса, да, тренд у нас, не тренд, да, то есть вот эти все, то есть тут как бы по-любому нужно видеть картинку в целом, да, и я ищу направление на дневном таймфрейме, куда рынок будет двигаться сегодня. Я это называю момент входа, то есть весь как бы анализ исходит из, первое, это информация, сначала нужно узнать, кто сильнее, покупатель или продавец на данный момент, второе, это момент входа, это наиболее благоприятный момент, когда можно открывать сделки, можно открывать сделки, когда хочешь, а есть наиболее благоприятный момент, ну, допустим, пример, в тренде у нас была коррекция и коррекция пробилась на объеме, то есть закончилась коррекция, да, будем так говорить, как понять, как заканчивается коррекция, это тоже нюанс, который нужно, отдельная тема, здесь просто так, ну, быстро не скажешь. Вот после, когда происходит такой момент входа, я начинаю искать точки входа по H1, по часовому таймфрейму. Это снижает мне, то есть не по дневному таймфрейму я захожу, это снижает мне стоп-лосс и тем самым увеличивает мне уровень объема, который я могу заложить в сделку. При этом из сделки я буду выходить по старшему таймфрейму, то есть потенциал сделки будет достаточно высокий. Таких сделок немного, но за счет набора инструментов, то есть когда много инструментов, потому что я торгую и акции, и индексы, и сырьевые какие-то там, ну там нефть, золото, и все больше там. Ну, палладии иногда тоже смотрю, но там, когда только, когда движуха идет. А так в основном фондовый рынок торгую. За счет набора инструментов то есть в месяце есть такие вот именно по этому алгоритму. Это всего лишь один алгоритм, который я тебе рассказал, да, то есть а в торговой модели алгоритмов много, то есть я и на минутке торгую, на пятерке, то есть есть, ну, то есть я в основном, конечно же, дневной трейдер, чем среднесрочный. То есть вот так. Короче, стратегия есть, стратегия эффективная, а за подробностями к тебе на канал. Да, у меня на канале есть как раз таки вот я рассказываю подробно, и показываю свой журнал, показываю историю счета, вот именно как раз вот про тот алгоритм, который я сейчас говорил, вот среднесрочный. У меня это все есть, и не только это алгоритмы и разворота рынка, есть различные стратегии на канале у меня, да, можно посмотреть. Валер, слушай, даже вот при твоем уровне подготовки именно в анализе, в том числе и техническом, ну, я думаю, что преимущественно, можно сказать, техническом, наверное, поскольку объемы, они относятся все-таки к техническому анализу. Скажи, пожалуйста, даже с учетом тех фильтров, которые ты используешь в принятии инвестиционных решений, то есть у тебя бывают и убыточные сделки. И, конечно же, любая убыточная сделка, опять же, я по себе знаю, это очень серьезный шквал эмоций. Часто с этими эмоциями не удается совладать многим, и многие вообще выходят из финансовых рынков, считают, что в неудачах, которые последовали за неверными торговыми сделками, виноваты все, но кроме тех, кто, собственно, торговал. Это неправильный подход, это в целом, мы зачастую приводят к очернению индустрии в целом. Как вот лично ты справляешься с эмоциями? Нормальная вообще эта практика, когда трейдер, насколько бы он не был крутым, иногда ошибается в принятии решений? Ну, у меня вот, допустим, сейчас, конечно, уровень моего трейдинга, он не связан совершенно с эмоциями, у меня очень оточенная дисциплина, но я над этим работал все предыдущие года. И каждый стоп-лосс, я сейчас получаю стоп-лоссы. Это нормально абсолютно, главное, что это как бы входит в нашу торговую модель. То есть я не торгую алгоритмы, которые дают мне убыток в совокупности, да, то есть на дистанции. Я торгую только те, которые дают прибыль. И это нормально, когда есть стоп-лоссы. Но в начале пути, вот тоже, опять же, я не умел, не анализировал ни объем, да, то есть у меня не было ничего такого, да. И я также и видел людей, которые вот так вот тоже слили там депозит и все, и ушли. Ну, на самом деле все вот эти вот стоп-лоссы, убытки, это опыт для трейдера. Для того человека, который в будущем станет трейдером, это опыт. Для того человека, который, соответственно, сдался и ушел, ну, соответственно, это, будем так говорить, тоже фильтр для этой индустрии, потому что, ну, соответственно, не всем быть трейдерами, трейдерами человек пошел, просто как получается, что новичок видит конечную цель. Он видит, представляет себе чувака на яхте с девчонками, там, знаешь, вискарек, шампусик, и чувак нажимает кнопку buy или sell, и из ноутбука на него вваливаются мешки бабла, да, то есть вот они так представляют. Потом он, когда приходит, ну, то есть открывает счет, начинает торговать, он понимает, блин, а здесь же надо анализировать, здесь же надо что-то делать, голову, то есть, да, никто не думает о том вот этом пути, который есть между, от начала до, грубо говоря, конца, да. И сейчас у меня, я тоже на этом зарабатываю, но я каждый день работаю над собой, понимаешь, то есть я записываю свои сделки, веду журнал, анализирую, как я принимал решения, вспоминаю, а что я, почему, то есть что я думал вот в момент принятия решения, то есть вот как я избавился от именно эмоциональных входов, я анализировала вот что я думал, что иногда бывает, бывало раньше, ты сидишь за рынком и завороженный, знаешь, вот, все, туда-сюда рынок, и ты завороженный, вроде бы у тебя есть алгоритм, вроде бы у тебя есть правила, которые это, просто мозг раз, отключился, и ты просто заворожился, и там начинаешь это. И, соответственно, в конце дня, в конце недели, по-разному можно делать, но главное это делать, то есть работать именно над собой, анализировать, и сразу же это как бы вот работа над ошибками, вспоминать, что вы думали, почему вы зашли, все-все-все оговаривать, делать себе выводы, делать, то есть посыл вот на будущий день, на будущую неделю, и вот так вы, получается, себя натренируете, свой мозг от того, чтобы он эмоциональные входы делал, он будет только следить, то есть появится как привычка такая новая, да, у нас сейчас, ну, как бы у вас, у новичков нету такой привычки делать правильно, есть хаотичное, да, потому что мозг дает команду, раз, 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 вот, и поэтому, чтобы избавиться от эмоциональных входов, нужно, соответственно, работать над собой и только так, по-другому, ну, ничего не получится, и будут и стоп-блоссы, и ничего страшного, и нужно идти дальше, и дальше, и дальше. У нас вот, я работаю с ребятами, у нас трейд, ну, как бы, у нас трейдерское сообщество, и мы торгуем, там, у нас есть комнаты трейдинг, где мы торгуем уже, ребята, которые так же, как и я, зарабатывают на трейдинге, мы торгуем каждый день, американскую сессию, там, и так далее, и бывает у ребят такое, что он начинает день, там, 3-4 стоп-лосса получил сразу подряд, и эмоционально уже не может дальше совершать сделки, вот, и, ну, то есть я вот тоже стараюсь всегда, говорю, так, нужно продолжить дальше торговать, там, 15 минут иди, отдохни, продолжаем дальше торговать, до конца торгуем, все, потом он пришел, 15-м полчаса отдохнул, пришел, посидел, еще там сделал пару сделок, все, отработал минус, вышел в плюс, все, а так, если бы ушел, ну, как бы сдался, опять же, день закрыл в минус. То есть, как бы, ну, вот, на нашем уровне мы говорим, что мы делаем, как вот есть книжка, один хороший трейд, вот эта философия, что ты делаешь хороший трейд, хороший трейд, это даже тот трейд, который закрылся по стоп-лоссу, но он сделан по твоим правилам, он не эмоциональный вход, знаешь, то есть он системный, да, то есть ты его сделал, и у нас, ну, есть, ты зашел, бывает и стоп-лоссы, конечно, это нормально, вот, ну, кстати, вот у меня по статистике по среднесрочной вот этой стратегии, о которой я говорил, вот, алгоритм, 41% убыточных сделок и, сколько, 59 этих прибыльных сделок. Спасибо, спасибо тебе за честный ответ, согласен с тобой, очень понравилась мне фраза относительно того, что для индустрии тоже есть фильтры, среди тех, кто работает и остаются в ней, потому что, ну, и правда, успешных трейдеров не так уж и много, а те, кто успешен, они прошли очень серьезный терминский путь. Ну, немножко, если отойти от тематики трейдинга, скажем, о личном, которое всегда должно быть идти рядом для любого успешного трейдера, это тоже то, что крайне очень интересует, особенно если трейдер является публичной фигурой и так далее. Вот ты семьянин, удается совмещать трейдинг и семейную жизнь? Ну, я в первую очередь не трейдер, а в первую очередь человек, да, и, ну, соответственно, трейдинг – это одна из сфер в жизни, которую, ну, то есть, нужно, мне нужно развивать, то есть, каждый по-разному смотрит на жизнь, также, как бы, семья для меня – это самое важное, да, по сути, и трейдинг это, ну, просто бизнес, просто, ну, работа, да, будем так говорить, сфера работа. Есть сфера, семья, вот, и я больше всего времени трачу именно на них, конечно же. Ну, будем так говорить, семья у меня молодая, вот, достаточно недавно, у меня сын недавно родился, мы в прошлом году поженились, и получается, что до этого я как раз-таки себя, наверное, так бы говорить, уделял все внимание трейдингу для того, чтобы сейчас уже, ну, как бы, да, какие-то моменты были более отлажены. Вот, и я, вот, ну, получается, торгую с 16.30, ну, там, с утра я тоже могу посмотреть рынок, там, с 10, там, с 9 до 11, потом мы, там, занимаемся и спортом, и, там, ну, то есть, какие-то семейные мероприятия, там, что-то, да, а с 16.30 я торгую. Ну, как раз американская сеть. Ну, да, американская сеть. Да, я по Москве просто, да, говорю, нас же смотрят разные часовые пояса, вот, то есть, а выходные – это только, только семья и все, то есть, в принципе. Отлично. Валерий, ну, и напоследок, я знаю то, что ты ведешь курсы для начинающих трейдеров и видишь стремление своих учеников к успеху. Вот это нормально, это похвально, то есть, особенно это похвально, если это стремление формируешь в том числе и ты, своими практическими уроками, которые приносят пользу. А что бы ты мог посоветовать вот так вот напоследок крупными мазками новичкам? Ну, новички, и новички есть тоже разные. Как я уже сказал, да, вот мы говорили немножко такого вот, каждого новичка мы затрагивали, который не знает, что его ждет, он видит только конечный результат, но все новички видят конечный результат. Ко мне уже приходят люди, которые, ну, именно готовы стать трейдерами, потому что вот мой YouTube-канал, он тоже является достаточно таким фильтром. Ну, я, во-первых, себя нигде не рекламирую, у меня можно и учиться и бесплатно, пожалуйста, включай видео и так далее. Ко мне уже приходят только люди, которые хотят именно, чтобы я с ними работал, тратил свое время и что-то, да, то есть, именно их прокачивал. Сейчас как раз-таки вот у меня будет проект один, которым я могу сказать на YouTube, я хочу набрать, сделать отбор именно новичков от 15 до 20 лет, которым не нужно платить кредит, не нужно там за дом, за семью, там все вот это, которым, соответственно, есть, ну, есть время на трейдинг. Хочу запустить такой проект, я уже сейчас обучаю тоже нескольких молодых ребят, которые именно заряжены просто именно на изучение, которым, опять же, вот они не беспокоятся о том, что у них там нечего кушать там или еще что-то, да, и они чисто сфокусировано учатся именно трейдингу. И вот я буду запускать такой вот проект именно на YouTube, естественно, там будет отбор и так далее, вот именно вот таких вот ребят. Поэтому совет могу дать только один, ну, если вы решили, ну, именно посвятить себя трейдингу, то вам не нужно, опять же, сдаваться, нужно идти дальше, вперед, будут всякие трудности, как в любом деле, в любом бизнесе, то есть тут концепция того, как идти к успеху, она одна, вот, то есть нужно по-любому работать над собой, вот. И сразу же советую изучать то, что действительно приносит доход, то есть, как бы, исключить какие-то методы анализа, которые, ну, не используют профессиональные трейдеры. О профессиональных трейдерах вы можете почитать в интернете, вы можете посмотреть компанию SMB Capital, допустим, вот, и вы поймете, как анализируют рынки и как вообще, кто такие трейдеры. Ну, как-то так. Спасибо тебе за интервью, очень получилось интересно, живо, я уверен, что масса информации, новички, опытные, всех тех, кто будет смотреть этот контент, подчеркнут. Тебя еще раз благодарю за уделенное время и внимание, успехов тебе в торговле, разумеется, во своих курсах, курсах, ну, и еще раз большое спасибо от этой компании Markets. Спасибо, Артем, большое, рад был пообщаться. Приглашайте еще. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok